Доброй ночи! Да благословит всех Господь! Отвечаю дикунам и варварам. Вопросы странные, но ответа требуют. Последний вопрос был. Видео грядущий царь шестой раз отвечает. Что за глупость защищать свою землю и народ от врагов, захватчиков? Скоро война с исламом будет в РФ. Ислам это примирение. Слово ислам переводится как примирение. Представляете? Недавно я сказала, что Бог дал Коран, чтобы примирить христиан с иудеями. Примирить. Странно звучит. Так и есть. Конечно, все перекрутилось. Если б следовали Корану. Постоянно, именно что постоянно, надо пребывать. Потому что Корян переводится как чищение слух. Надо читать слух. Если б читали слух, то кто-то услышал бы краем уха и понял, что от нас требуется. Но, к сожалению. У меня сегодня хлебопреломление. Я христианка. Я служу Богу верой и правдой. Я люблю Бога. Люблю всё, что Он сотворил. Он сотворил всё прекрасно. Разнообразие. Разнообразие речи. Разнообразие языков. Это радует слух. Послушала сегодня Ирина Фариона о Степане Бандеве. Патриотизм. Патриотизм это прекрасно. Любить свой язык это чудесно. Я благодарю Бога за патриота в Украине. И так как я проповедую жизнь на земле и жизнь вечную, то я предлагаю поверить в то, что Богу угодно. Преподносить даже юмор в отношениях к национальным вопросам. Но прикрутить волны. За это я хочу и выпить. В таком смысле, что это воля Божья. Даже служу к вере в сердечки. Это Божья воля. Это талант. Игра слов. И какой-то комизм. Речь. Но ни в коем случае не убивать, не ненавидеть, не презирать. Никакого языка. Крое Иисуса Христа было пронято для того, чтобы люди перестали бивать. Как вы думаете, если бы Каин послушал гласу гласа Божьего, который предупреждал его, что грех на пороге лежит? Господстве над ним. Над грехом нужно господство. Как вы думаете, нужно было бы Иисусу Христу умирать? Конечно, нет. Можете, конечно, немножечко не понимать ситуацию. Иисус Христос, конечно, открывает нам вечность. Планы Бога на жизнь вечную на Земле. Так что Россия хочет нас перевоспитывать. И прямо пишет в своей программе репрессий. Уже слово репрессия стало литературно-юридическим термином. Что это такое? С детства слово репрессия вызывали у меня презрение к насилию, потому что мои родные рассказывали, сколько людей было репрессировано. Мои родни. Я насчитала 17 человек с маминой и с папиной стороной. И я не понимаю, как можно репрессии использовать. Это же суд. Это осуждение самого себя. Репрессия. Это незаконное осуждение человека без причины. Репрессия. Это то, в результате, в конце концов, которое будет доведено, что это было сделано без повода к тому, чтобы арестовывать человека. Тем более, что убивать. То есть безумие москвитов, как говорит Ирина Фариона, уже доходит до предела. Уже просто это идиотизм. Вы сами говорите, что вы виноваты. Репрессировать людей – это осуждать безвинного человека. То есть уже в программе пишется о репрессиях, насколько тупые люди возглавили власть в России. Мне давно было нужно изучать историю. Да. «Что за глупость защищать свою землю и народ от врагов, захватчиков? Скоро война с исламом быдера». Борцов, Александр! Мне уже надоели эти тролли. У меня вообще есть люди, которые могут что-то написать существенное. Везде в комментариях тролли. Меня хотят убедить, что защищать свою землю и народ как? От насильника? От развратного существа? Да я два раза уже была в таком состоянии, что я уже бежала куда-то на фронт. Хотя я верующий человек, не имея права убивать. Меня доводили просто дважды. Покайтесь. Это ваш грех. Россия, это ваш грех. Что вы чистых светлых людей доводите до такого состояния, до греха в мыслях. Покайтесь, Россия. Какая война с исламом быдера? Мне просто... Это дикунны и варвары. Не буду комментировать вторую часть вопроса. Это не вопрос, это какая-то шиза. У вас же, извините, как-то не складывается война и с Украиной. Одно единственное. НАТО не вступило в войну. Побоялась одерной бомбы. У вас не складывается почему-то война с Украиной. Проигрывайте военность всех фронтов. Мариуполь будет наш. Я помолюсь сегодня усиленно за это. Так. Грядущий царь философии. Кто-то мне... Андрей Стахов написал. Аж три комментария. Первое. Вечная жизнь не в теле, но в Духе Святом. Почему Дух Святой с маленькой буквы? Кто ты такой? Андрей Стахов. Дальше у тебя Бог тоже с маленькой буквы. Андрей Стахов, ты кто? Тролль? Ты меня учишь жизни, не уважая Бога. Я могу удалить такие комментарии вообще в принципе, потому что непочтение к Богу я презираю. Не беспокойся других. Иисус Христос умирал за людей, чтобы они жили. А ты меня учишь, о ком мне беспокоиться? Я требую у вас, Россия, беспокоиться о людях. Беспокойтесь о людях. Беспокойтесь о других. Обязательно. Хотя бы о своих, чтобы они не умирали с голода. Истина есть правда. Второй комментарий того же Страхова. Истина – это не знание. Но мы уже поняли, что у вас знание – ничто. На всё и ничто. Но мы уже поняли, что знание… Даже слово «репрессии»… Вы не понимаете, что это вообще сами себя осудили. Что вы подвергаете осуждению людей безвинных. Вы сами назвали, что вы этим занимаетесь. Глупцы. Истина есть. Её нужно искать. В слове Божьем. Ответы на вопросы. Истина – это не знание. Это как раз знание. Ну вот, что это такое? Ну, вам ли… Вы что, только порнушку смотрите, что ли? Вы вообще ничем не интересуетесь? Ну, я вижу, что у вас озабоченность конкретная. Вы голодные. Набрасываетесь на женщин, которые не хотят ничего. Вы не умеете ухаживать. Немцы приходили и предложения делали украинским женщинам. Да? Детей рожали от немцев. А у вас что получается? Не то слово. Не всё, чем мы проповедуем, даёт Бог. Не всё, чем мы проповедуем, даёт Бог. С маленькой буквы «Бог». Какой «Бог»? Сатана? Не все, не всё. Не могу понять, чем мы проповедуем, даёт Бог. Не всё, чем мы проповедуем, даёт Бог. Чем я проповедую? Слово. Чем я говорю? У меня есть артикуляционный аппарат. Им я проповедую. И Бог мне дал не только артикуляционный аппарат, а всё – тело. Да. Многое даёт иллюзия, что в каждой голове. Это у вас иллюзия, что вы победите Украину и с исламом будете воевать. Это у вас иллюзия в голове. Формулировка, конечно. И уже в мире воплощается иллюзия нашими руками. Иллюзия – это то, что никогда не совершится. Вот глупая формулировка. И уже в мире воплощается иллюзия нашими руками. Если это иллюзия, то она не воплотится, потому что... Зато она иллюзия, чтобы не воплотиться. В общем, кратенько отвечаю эти вопросы. Это всё, что я видела сегодня. Извините. Просто. Ладно. Да, благословица всех Господи, кто любит Господа. Не пишите мне комментарии с маленькой буквы ничего, что относится к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok